не могли пройти мимо мы искали honda ладно я не могу найти физическую ручку внутри ну то есть как бы боже какие диски просто я даже не знаю какие бы выбрал ребята привет мы видели маркетинговые всякие вывески аватр ролики и прочее но мы не планировали вообще даже заходить в салон и смотреть их автомобили как мы думали но проходя мимо мы просто не могли пройти мимо и мы сюда зашли ребята посмотрите здесь только одна машина продается и она стоит в разных цветах давайте пройдем наверно к самой кстати виде полное название аватрон автомобиля это отсылка кому к audi с его и троном но вообще везде на брендах на маркетинговых материалов написано аватар 11 давайте посмотрим вот именно вот этот экземпляр мне нравится это самый дорогой цвет он разработан с компанией дживеншир такой вот автомобиль у нас ну что это у нас кроссовер в стиле купе с вот такой оптикой мы вчера были в лексусе поэтому я здесь буду отсылаться к лексусу очень часто у них потому что есть кроссовер называется rz он не продается на рынке америки на рынке японии он полностью электрический может пробегать пятьсот двадцать километров на одном заряде выглядит как знаете что-то между nx-ом и rx-ом то есть это модель продолжения этой стилистики по габаритам тоже примерно что-то вот между ними то есть это и не nx но и не rx вот поэтому вот эту тачку я буду сравнивать часто с раз этом так давайте посмотрим футуристичный дизайн мы просто идем такие мощи искали honda идем-идем я видел аватар их рекламу и думаю так ну как-нибудь навер в другой раз мы посетим их мы идем по дороге ищем honda один салон закрылся мы идем другой который но он туда переехал через 500 метров идем и просто хочу это за стиль такой просто что за тачка и все мы зашли и просто просто рот вообще открытый от этой машины с чего бы начать он он такой интересный такой красивый давайте обойдем его вокруг колеса у нас либо 21 либо 22 21 в базе 23 такие красавчики мы вот тут вот видели девушка перегоняла его куда-то видно ну в другой салон и очень стилево смотрится как и стоящий так и даже не знаю чё за мониторчик ну как бы не горит на зарядке наверно показывает но он теплый то есть он работает так вот такие ручки прячься в дверь там везде камеры здесь камера здесь камера вот здесь камера есть они здесь везде он напоминает мне все-таки дизайн дизайн кого ягуара так у нас здесь быстрая зарядка медленно зарядка сейчас он стоит кстати говоря когда в китае покупаешь этот автомобиль тебе зарядку дарят в подарок ну то есть если у тебя ты там купил своего первого электрокара у тебя нету зарядки возле твоего дома ты себе не соорудил ее они тебе ее дарят приезжают и ставят бесплатно если у тебя нет возможности поставить возле своего дома зарядку они тебе дарят 3000 киловатт бесплатно зарядиться ну то есть тебе дают специальную карточку где ты рассчитываешься на всех зарядных станциях по китаю вообще класс ну то есть это очень мотивирует конечно же футуристично выглядит оптика хотя вроде бы мы вот эту вот полосу что спереди что сзади видели там у компании ли вообще тут у многих то есть все китайцы и все другие бренды они прям ну вот идут вот в этот дизайн то есть стоп кроме лексуса кроме лексуса и toyota и вообще по барабану у них там своя игра выглядит очень футуристично спали рочек поднимающиеся на каких-то определенных надо скоростях сожалению информации нету как он работает вообще для чего он у машины 578 машине не забывайте то есть она разгоняется до сотни за 3.98 секунды в общем 4 секунды до сотни поэтому есть полирок все-таки к месту так ну что у нас вот здесь вот это тоже диоды они там работают как возможно габариты как стоп фонари аватар вообще дизайн просто я я не мог оторваться через забору так стоял смотрел там вот давай покажем вы посмотрите вот стоит porsche это просто прошлый век какой-то вообще ни о чем и посмотрите вот эти задние части хотелось бы сравнить да думаю в этом видео будет немножко неуместно окей идем далее так вот здесь тоже монитор не интересно что за мониторы но они не работают и не описано что это вообще про машину очень мало информации потому что на конца 22 года и к сожалению нету каких-то обзоров толковых технических чтобы еще больше узнать про этот автомобиль информации окей давайте посмотрим салон здесь есть опция где у вас машина открывает двери сама вот кнопочка но это внутри то есть она сейчас ее всем доводчик ах но в общем она может ее полностью открывать но там как-то надо специально открывать давайте взглянем я тут музон чека себе нарубил так у нас тут кожа на по управлению у нас здесь кожа на по алькантара частично у нас сиденье сделано черный потолок так смотрите у нас здесь приборка ну там все классика сколько ты проедешь сколько у тебя батарейки там и прочее напряжение там твои там что у тебя происходит какие двери открытые стоянки торнцы и прочее центральный монитор у нас ховы кстати говоря вот он вот я его трогал прям такой горячий я думаю здесь все под контролем потому что у него нету засветов у него отличные углы прорисовка за все отвечает система гармони гармония от huawei посмотрите но в общем здесь все как и у всех все красиво хочешь про тачку хочешь мультимедиа хочешь позвонить хочешь управление давайте посмотрим как у нас тут все выглядит все красиво хочу 360 камеру так позвонить так 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 камера 360 где-то да и где а вот точно ну посмотрите уровень качества ну конечно не как iphone 14 снимает но я просто сравниваю с bmw с мерседесом и с лексусом 2d вот это вот это крутяк в общем пашка топовая смотрите вот здесь на 10.25 дюймов монитор сенсорный тоже у него там тоже там может свои фильмы там смотреть так в россии это все надо будет переделывать переводить работать с машиной чтобы все работа вот здесь вот у нас из алькантары сделано таких вот два сделанного таких вот два места под телефоны большие то есть это вот у нас прошка iphone заряжается вот здесь вот почему-то нету зарядки возможно как опциональнее можно будет поставить так что у нас тут еще из интересного бардачок так ну что да ничего такого но из дашку нужно вставить type-c юсб все выделено бархатом вчера в лексусе ты открываешь какой-то бардачок там там вот и этот бардачок там какие-то ниши они просто пластику туда что-то положил у тебя вот начнется вот это вот бам-бам-бам-бам на все кочках построить первый раз вижу панораму у китайцев разделенная вот здесь вот ну вот это мы видели между меня стойками балку но вот вот это вот решение ну то есть у нас как бы индивидуальная панорама для двух спереди сидящих людей как все раскладывается так смотрите у нас у машины 34 датчика и 3 лидара которые следят за всем то что происходит обрабатывает это тоже все huawei потому что они поставляют все электрические системы которые здесь установлены так ладно не буду трогать это здесь на китайском здесь можно открывать кстати говоря двери прямо с компьютера к клюв открыть ну-ка я на закрывается ну то есть там кого-то выпустить там пас выпустить пассажира выпустить пассажира вообще легко можно и капот открыть вот в общем куча настроек так смотрите вот здесь вот хочу обратить ваше внимание что обратить ваше внимание посмотрите здесь идет аудиосистемы получается либо на 12 либо на 14 динамиков здесь просто прекрасная музыка но у нас к сожалению только радио и поэтому включить что нибудь знаете какую нирвану или продиджи ладно так руль у нас такой тоже из космоса какого-то тоже из какого-то космоса вот это все с эффектом нажатия то есть просто два барашка два барашка и все все управление все вновь сенсоре так смотрите у нас 4 варианта расцветки салона у нас кожа на по вот здесь вот у нас вверх сделан из алькантары панорама получается даже до голов даже за голову заходит задних пассажиров а кстати и и нельзя закрыть да потому что вот я недавно ехал тут вот знаете я вот тут нахваливаю панораму а мы тут недавно ехали в такси роуи есть такой бренд очень много автомобиля не тоже серьезные ребята мы ехали в электрокаре и там была панорамная крыша и солнце получается она была сзади и я чувствую мне прям сзади печет хотя панорама она чуть-чуть притонирована и но мне прям не хватало железной крыши чтобы ну как бы закрыться от солнца и все и ты не спрячешься никуда ты сидишь сзади вот здесь вот она с функцией автозатемнения я думаю от солнца это особо не поможет смотрите я не могу найти физическую ручку внутри ну то есть как бы так вот здесь как бы есть углубление за которое я подтягиваю а вот она она снизу вот здесь вот смотрите где они спрятали здесь кармашки вот она кнопочка так а если я ну да здесь ты будешь открывать ее постоянно с кнопки сразу все отъезжает очень удобно выходить так вот закрыл доводчики так сзади черный доводчики а все-все извините самостоятельная машина так давайте глянем что сзади хочу за не посидеть блин я хочу ее купить вот у меня меня знаете сколько здесь было уже таких желаний здесь все хочется купить потому что тачки все классные подстаканники так ну ничего тут такого как бы нету монитора нету то есть у тебя развлечение ты смотришь на крыше небоскребов шанхая когда ты едешь или так вот это вот штуку и что такое что такое как это шо это да реально какая-то копилка для мусора так вот убирается развлечение сзади нету монитора какого-то нету и наверное ну наверное вине так вот здесь удобно держаться ну как бы и все просто все стильно тоже есть кнопочка открывание закрывания хочу закрыть все вас не будут бесить пассажиры которые будут хлопать дверьми потому что у них есть кнопка им будет тоже очень интересно поиграться так как и открыть а но есть кнопка да и все таки и все таки я хочу знать вот если что-то произойдет не так и моя кнопка сломается такое же возможно что кнопка сломается его и что и как и вот нет это вообще там какая-то сложно доступна рычажная система но так давайте посмотрим багажник еще кстати в тойоте вообще не во всех тачках есть кнопки даже в ченганах в этих тигах в джили везде все закрывается с кнопки но это не про тойота так ну что багажник хороший сап у нас здесь откидывающие сиденья а вот это вот что вот за пустоты вот это вот что а ну чтобы звук проходил ну ладно удобно согласен у нас же тем более купе как-никак все-таки машина не присаживается дать до загрузки но багажник небольшой вход маленький но это как бы дань стилю потому что у нас получилась стильная купе х при закрывает спойлер на раз компьютера ну что как вам чё скажете еще просто а давай о как мы забыли вообще про про эту строчку которая здесь можно программировать надписи она может там ты открываешь и подходишь ли напишите hello там вот сейчас она стоит на зарядке напишет charging ну ну круто живы как это работает как это работает карл непонятно как это работает и наверное нам не надо понимать но выглядит это очень эффектно то есть вот эта тачка из будущего вау оптика дизайн 21 либо 22 три колеса стильные диски тормоза brembo идут в базе кстати говоря 4 поршневые 34 датчика 3 лидара все по от huawei 4 секунды до сотни кожа на по плюс алькантара спортивные ковши 3 монитора панорама знаете сколько это стоит и сколько она пробегает километров пошли смотреть так ребят смотрите вот здесь вот удобный стенд на котором вы можете там смотреть всякую спецификацию еще что про что вот но нас интересуют цены смотрите я это сразу начали не стал говорить потому что это очень интересно смотрите 90 киловатт-часов пробегает 600 километров там 319 тысяч честно говоря вот сейчас мы смотрим на сайте такой цены нигде нету то есть цена вот в районе 350 тысяч это дело 90 киловатт-часов 555 километров на одной зарядке 349 вот ориентироваться надо на эту цену так потом следующая следующая цена тут уже идет по опциям это все стартовые цены сейчас объясню там какие опции ты докупаешь а сколько ты доплачешь 90 киловатт-часов 555 километров это уже более старшая модель опять же это по опциям по пробегу потому что но одинаково 116 киловатт-часов 68 это самый максимум 680 километров у вас также 578 лошадей у вас полный привод 116 киловатт-часов батарейка 680 километров запас на одной зарядке за минусом 30 процентов вы сразу держите в голове реалии то есть но там четыреста восемьдесят пятьсот комментров вы пробежите просто прекрасный результат 409 тысяч вчера мы были в лексусе и у них есть полностью электрический кроссовер вот это за это которыми говорю в начале он стоит таких же денег что купить вообще просто без сомнения однозначно аватар 11 ну прям даже не секунды на обдумывание я бы не взял бы потому что ты залазишь туда у тебя все те же самые мониторы что вы ныксе что вы рыксе у тебя добавлен барашек единственное за место вот этого узнать старый селектор вот это у тебя бараш ну дэш к р к там включить все 520 километров он едет на одном заряде а вот у китайцев у всех у них у электрокаров у них у них всегда идут разные там узи кро допустим два варианта по батарее там вот здесь вот там сколько там там 600 до 7805 даже он может пробежать вот этому нет у него будет по беднее комплектации потому что у него будет веса меньше поэтому он стоп пробегает здесь идут несколько вариантов всегда китайцы дают несколько вариантов по батарее то есть ну и соответственно которые бьют на одном заряде максимальное количество километров стоит подороже так смотрите а вот здесь вот за 409 вы купите но это также будет опция по открытию дверей автоматически потом смотрите там вот это тоже опция 5000 юаней потом у вас там вы выбираете там понятно себе кожу потом диски идут опцией brembo у вас brembo 4 поршневые всегда в базе но там чуть-чуть за там цвет выкраску дисков надо будет оплатить вот это базовые цвета кузова вот это вот уже идут за дополнительную плату мне нравится безусловно вот этот мат дживенши в партнерстве они сделали вот этот цвет потом мне нравятся белые очень и все-таки вот этот цвет я называю цвета audi боже какие диски просто я даже не знаю какие бы выбрал цвета audi здесь монитор горячий можно и гляну а не открывается да да ну такой теплый просто офигенская машина вообще просто вау куда не глянь на кузов на колеса на оптику на вот эту приборку которая там с тобой здоровается показывает чарджинг просто стиль вообще вау 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 да заяц вообще у него открытый рот и ребята смотрите что по ценам вот возьмем 350 тысяч юаней то есть ну там небольшая скидка там 10 тысяч юаней будет там возьмем что это базовая цена сейчас я пересчитаю курс меняется сегодня допустим 87 мы снимаем 30 давно сегодня июня 23 года так 350 умножаем на 12.2 4 270 растаможенный растаможенный в россии он будет стоить это 5 700-6 миллионов рублей цена то же самое что за lexus rz опять же я возвращаюсь к этому lexus однозначно однозначно автор 11 просто ни секунды не думаю я бы взял бы его ребят ну что в общем годная тачка за 6 миллионов рублей они продаются в россии есть наличие правда единственное завозят всегда минимальные версии по вот что я смотрю zikar 009 я смотрю другие электрокары там функции и чес 9 это который rolls такой электрический офигенная тоже машину сборка просто топовая особенно когда приехал после тойоты по су-шоурума тойоты вот все везут в россию самые минимальные версии которые могут пробежать здесь на 90 я бы я бы брал бы 116 то есть просто в электрокаре у тебя же батарейка на все равно деградирует какой бы она ни была она все равно деградирует поэтому все-таки хочется ты заехал потратил там определенное время на зарядку либо там ночью и ты проезжаешь на одном заряде ну максимально большое количество километров вот это интересно то есть и когда ты покупаешь там тачку за там условно говоря пять плюс миллионов рублей электрокарда какая разница уже там 5 400 либо 5 800 уже нет разницы ты доплачиваешь эти деньги ты там будешь на своем вот этом стилевом крутом аппарате проезжать больше километров однозначно мое мнение что надо брать то что нас кто-то думает по-другому и главное купить вот эти вот опции кузов вот эти вот все камеры датчики и пофигу ну чаще ты будешь заезжать на заправку да есть такое мнение ребята ну что напишите пожалуйста комментарии за 400 за 350 базовая версия 1000 юаней то есть как я сказал это 5 700-6 миллионов рублей купили бы вы вот этот автомобиль из космоса когда за данные деньги ты даже не купишь бмв x6 сейчас последнем поколении там 20 21 22 года ты не купишь x6 x5 ты тоже не возьмешь audi e-tron ты тоже не возьмешь за эти деньги мы снимали перед уездом в китай audi e-tron делали обзор но как бы ничего не хочу сказать плохого но там там прошлое вот здесь в этом автомобиле да у него нету имени как у audi но эта машина которая ты изучаешь материалы что в ней напичкана ты просто на нее смотришь ты с ней взаимодействуешь с этими мониторами сидишь в коже на по сидишь этот руль вот это вот подсветки просто вы все видели ребят напишите пожалуйста внизу комментарии что думаете купили бы вы за место какого-нибудь x6 audi e-tron там заметно gs а ты не возьмешь какого-то ну вот что-то узнаете в диапазоне там 5 500-7 миллионов рублей взяли бы вы что-то там европейская что-то японская либо вы вы купили бы вот такую тачку она электрокар она не требует никакого обслуживания там только меняет воздушные фильтры и в трансмиссии в редукторе меняя жидкость и все жду ваши комментарии внизу поставьте лайк подпишитесь на канал у нас будет много еще видео из китая я с вами прощаюсь пока компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля